Дорогу в Липниках восстановят. Пока же поселок все еще отрезан от города, а причиной оползня могла стать вырубка деревьев на частном участке. Безопасные дороги плюс новые ливневки и освещение. Для этих целей курорту выделили 860 миллионов рублей. Национальные партийные проекты обсудили единороссы Сочи. Клуб по интересам. В бывшем кинотеатре «Стерео» открылся центр для пожилых сочинцев в программе «Танцы, песни и рукоделие». Вместо льда «Татами» Олимпийская арена «Айсберг» приняла чемпионат России по дзюдо спорта слепых. Впереди у спортсменов розыгрыш путевок на Паралимпийские игры. В мэрии Сочи приняли решение восстановить дорогу в поселке Липники. Специалисты начнут работы после высыхания грунта. Напомню, сочинское село оказалось отрезанным от города. Причиной стал оползень, сошедший на муниципальную трассу. Грязевой поток сошел на дорогу, ведущую в село Липники, после сильных дождей. В результате населенный пункт, где проживают около 300 человек, остался практически отрезанным от города. В первый день происшествия по разрушенной дороге по улице Липецкой трудно было пройти. Даже пешком проехать не могли полноприводные машины. На месте происшествия работали представители администрации Сочи, сотрудники МЧС, а также энергетики. Так как в ходе оползня накренились электрические столбы и нарушилось энергоснабжение населенного пункта. Спецслужбы до сих пор устраняют последствия оползня. Временный проезд будет обеспечен в ближайшее время. Я думаю, что эти работы будут произведены до конца этой недели. Соответственно, что касается общественного транспорта, то он доходит до оползневого участка. Далее, соответственно, люди уже перемещаться будут либо на своем личном транспорте, либо пешком. Расстояние до конечной остановки от оползневого участка примерно полтора километра. Улица Липецкая у нас в этом году стоит в ремонте, в ремонте в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы здесь должны завершиться до начала лета. Что же касается оползня, то его спровоцировали обильные дожди и, возможно, вырубка деревьев на частном участке, находящемся непосредственно на склоне. На месте бедствия установят опорные стены. В ближайшие дни будет определен необходимый объем противооползневых работ. К слову, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сегодня обсуждали сочинские единороссы. В рамках его реализации и реализации партийного проекта «Безопасные дороги» на курорте планируется не только дорожный ремонт, но и перезагрузка транспортного потока, оборудование бесплатных парковочных мест и пресечение незаконной парковки. На ремонт дорог в Сочи в этом году будет выделено 860 миллионов рублей. Это по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он рассчитан на 6 лет. Реализация его на курорте позволит действовать и другому проекту – партийному, со схожим названием «Безопасные дороги». Партийный проект направлен на формирование культуры, ответственного вождения и безопасного поведения пешеходов, а также контроль за состоянием дорожного полотна. Не только хорошая дорога, это, конечно же, хороший общественный транспорт, это хорошие остановки общественного транспорта, это информация, которая идет и, конечно же, внешний вид. И Сочи все-таки у нас курорт мирового значения, лучший курорт Российской Федерации, он должен выглядеть достойно. Начиная с этого года и по 2024 на сочинскую агломерацию будет выделено из федерального бюджета 664 миллиона рублей. Четверть этой суммы поступит из бюджета Краснодарского края. В рамках этого проекта мы сможем сделать капитальный ремонт улиц и реконструкцию. Это значит, что где-то у нас появится ливневка, где-то даже освещение и так далее. Это, конечно, очень важно, и я думаю, что это большие плюсы, которые увидят и наши жители, в первую очередь, и, конечно, наши гости. Таким образом, на этот год запланирован ремонт 63 автомобильных дорог протяженностью более 83 километров. Так только в Центральном районе будет отремонтировано 19 улиц. Полный перечень дорог, которые планируются отремонтировать по федеральной программе, размещен на сайте администрации города. Также в Сочи обновят разметку на проезжей части и дорожные знаки. Преобразится и автобусный парк. На маршрутах общественного транспорта появится 200 новых машин с пандусами, кондиционерами и спутниковой навигацией. Елена Овсецына, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Власти курорта продолжают демонтаж незаконных строений. На этот раз под снос пошел один из крупнейших рынков Адлера, где еще недавно функционировали более 30 торговых павильонов. Рабочие уже приступили к разбору самовольных построек и к концу месяца намерены очистить от них муниципальную землю. Вот с таким громким звоном разбились надежды предпринимателей вести незаконную торговлю и дальше на этом месте. Рынок, который располагался в прибрежной полосе Адлера, признан судом незаконным. Однако собственники павильонов продолжали доказывать свои права и не захотели убирать свои ларьки добровольно. На помощь пришли рабочие со стороны. Работы ведутся поэтапно. Сначала строители убрали ограждения рынка, а теперь разбирают кровлю и обшивку конструкции, аккуратно складывая все материалы по соседству. После чего приступят уже к активной фазе сноса. В районной администрации уже заявили, что поблажек в опросах самостроями делать не будут никому. Районы будут демонтированы в полном объеме. Никто никаких индульгенций никому делать не собирается и не планируется. В прошлом году было демонтировано по таким же распоряжениям 49 объектов, а в этом году 9. Ну и процесс будет продолжаться в таком же духе. Предприниматели не мешали строителям. После того, как участок муниципальной земли очистят, его приведут в порядок, и на этом месте появится сквер. Такая судьба может ждать и другие незаконные торговые объекты. Мэр Сочи предложил жителям курорта самим решать, что именно появится на освободившихся участках для улучшения комфорта городской среды. Сейчас в сочинском списке свыше 500 объектов, которые идут под снос. В основном это хозяйственные постройки, жилые гаражи и сараи. Но есть среди них и более полусотни незаконно возведенных многоквартирных домов, где нарушена этажность здания или увеличена площадь застройки. До конца года все они пойдут под ковш экскаватора. Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами сегодня обсудили в Краснодаре. Вениамин Кондратьев провел совещание, посвященное теме реформирования отрасли. Участие в заседании приняли главы муниципалитета и руководители профильных ведомств. Сегодня Краснодарский край разделен на 11 зон, где будут работать региональные операторы. Чтобы перейти на новую систему обращения, необходима современная инфраструктура, а также лицензированные полигоны. Таких в регионе всего 14. Но в министерстве ТЭК и ЖКХ края уже ведется работа, чтобы внести в список еще 23 объекта. Вениамин Кондратьев отметил, что вопрос утилизации и переработки ТБО для Кубани сегодня один из приоритетных, ведь от этого зависит экологическая безопасность региона. Сохранить архитектурное лицо и не задушить город в развитии. Реконструкцию исторического центра Краснодара обсуждали на встрече ведущих кубанских архитекторов с губернатором края. Уже утверждены соответствующие границы и регламент высотности. Речь зашла и о необходимости реновации так называемых трущоб в городе. Однако это не должно повлиять на сохранность исторических зданий. Все подробности у наших краснодарских коллег. Между современными высотками в центре Краснодара скромно затерялся особняк в стиле раннего модерна. Здание 1906 года. Его проектированием занимался Александр Косякин. В последующем архитектор Екатеринодара, ставший автором Кубанского Мариинского женского училища и городского почтанта. Этот дом он построил для своей семьи. Если заглянуть в карты навигатора, то видно, что дом архитектора Косякина специально отмечен как достопримечательность. Но если посмотреть на реальность, от исторической архитектуры остается все меньше и меньше. Дом Косякина внесен в региональный реестр историко-культурных ценностей. По закону содержать здание в порядке обязан его владелец. Но собственнику, судя по внешнему виду разрушенного особняка, не до этого. Внутри частично даже спилены перила. Учитывая, что старинный дом принадлежал известному архитектору, все это выглядит как злая шутка, заметил губернатор Кубани на встрече с современными градостроителями. Что касается краснодарской достопримечательности, то ее пытаются вырвать из рук халатного владельца. Мы впервые реализуем процедуру изъятия объекта культурного наследия у собственника, который не содержит объект надлежащим образом. И его действия представляют угрозу для сохранности. В частности, это дом архитектора Косякина, нашумевший объект, который у всех на слуху, которому большое внимание уделяют и жители города. И в настоящий момент в арбитражном суде находится на рассмотрении дела об изъятии этого объекта у собственника. По некоторым объектам города также нами сейчас принимается решение о запуске данной процедуры. В Краснодаре находятся больше 500 объектов культурного наследия. И сохранить их – ключевая задача для облика города. Две недели назад были утверждены границы исторического центра краевой столицы. Это 113 кварталов, 4 зеленые зоны, 2 площади и Всесвятское кладбище. На этой территории запретят строительство зданий выше 21 метра. В долгих дискуссиях архитекторы, чиновники и историки пришли к мнению, что для гармоничного развития города необходимо избавляться от трущоб в центре, но сохранять исторический облик архитектурных достояний. Нам очень важно сегодня сохранить и историческое наследие, и исторический центр, но и создать новый Краснодар. Это тоже очень важно. А здесь, в главу угла, даже не наше желание остановится, а финансовая возможность, экономика. Застройщики же по большей части должны тоже быть заинтересованы в том, чтобы заработать. И вот здесь должен быть тот разумный баланс, выверить его, где можно и исторический центр сохранить комфортным, таким сложившимся по высотности и любимым краснодарцами. Ну и, понятно, убрать те трущобы, которые сегодня есть. Мы же исторический центр делаем не для того, чтобы взять и законсервировать вот эти вот трущобы, а для того, чтобы и реновацию тоже начать делать. Мы должны менять трущобы на уже комфортное современное жилье. Ну, трущобы, ну, не исторические помещения, безусловно. Вот опять-таки и здесь нужно найти баланс. Где у нас реновация, а где у нас сохранение памятников. Как один из предложенных вариантов сохранять историческое лицо по периметру кварталов, но развивать их территории внутри, конечно, с учетом всех регламентов. Внутри, возможно, современная застройка, без всяких проблем. Методами ландшафтного анализа мы подходим к решению каждого квартала и связи этого квартала. Можно строить современное, но оно не должно своим обликом подавлять исторический вход. Приглашенный на встречу итальянский архитектор Пьер Моро рассказал Вениамину Кондратьеву, что когда впервые приехал в Краснодар, город произвел на него впечатление невысокой застройкой. И нынешний подход к реконструкции исторического центра с ее четкими правилами напоминает ему родную Италию. Но признается, на Кубани понимают важную вещь. Нельзя полностью законсервировать любое строительство. Мегаполис должен развиваться гармонично. Законы в Италии очень строгие. Это с одной стороны сохраняет здание, но с другой не дает возможности развиваться. Поэтому я переехал жить в Россию. Но правила, конечно, должны быть. И хорошо, что в Краснодаре это понимают. Если мы хотим видеть комфортным Краснодар, таким красивым Краснодаром, столичным городом, мы в первую очередь должны создать все-таки то, что мы явно сможем, правую базу, жесткую, конкретную правую базу. Тот регламент, который будет работать. Вот что мы должны сегодня создать. Я свою задачу стратегически вижу, чтобы мы все-таки вот этот каркас архитектурный создали и жестко его закрепили. Мы должны не ошибиться в этом градостроительном каркасе. В историческом центре, как пример, как новый стандарт Краснодара, мы должны быть непримиримыми и достаточно жесткими. Для этого давайте все-таки создадим вот ту самую правую базу. По итогам встречи Венимин Кондратьев поручил подготовить документы для проведения конкурса, на котором отберут проекты для детальной планировки нескольких кварталов в историческом центре города. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. К новостям вернемся после прогноза о погоде и короткой рекламы. Не переключайтесь. Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. 19 марта в Сочи малооблачная. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Днем 10, 12 градусов выше нуля. Весенние образы от французской фирмы «Эвелин Болеро». Модные наряды на новый сезон. Магазин «Дамский каприз», торговая галерея напротив Агропрома. Выставка-ярмарка продукты питания, напитки от «Соут». Мясная, рыбная, молочная, овощная продукция, крафтовые сыры, мед, эко-продукты, деликатесы по выставочным ценам. Розница и опт с 21 по 23 марта. Жемчужина, вход свободный. Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив Агропрома. О развитии малого бизнеса и инновациях в сельском хозяйстве говорили в Тихорецком районе. Муниципалитет посетил губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев побывал в поселке Малороссийском на производстве по росписи посуды и посетил занятия в детской школе искусств. На встрече с местными жителями речь уже зашла о поддержке частного предпринимательства. Фужеры, графины, тарелки и стаканы. Ко всем изделиям здесь индивидуальный подход. Гравировку на бокал элегантно наносит автоматика, а тарелки вручную расписывает мастер. Мы научились клеить и деколи, потом научились рисовать кобальтом, потом перешли на платину и золото. В основном я декорирую фарфор, конечно, не стекло. За это время, конечно, у нас усложнились декоры. Этому искусству работники небольшой поселковой фабрики по росписи стекла и керамики обучались у чешских мастеров. Оттуда же привозят и заготовки для будущих изделий. 35 человек каждый месяц создают примерно 45 тысяч изделий. Познакомиться с работой мастеров сегодня приехал глава региона. Венемину Кондратьеву показывают, как искусно происходит придание цвета бокалу. Небольшое кубанское предприятие поставляет свою продукцию сразу в шесть крупных городов России, в том числе в Москву, Санкт-Петербург и Казань. Кроме сырья в виде так называемых болванок, все остальное делают на фабрике. Придают товарный вид, создают дизайн и украшают. С такой любовью к работе пора переходить на полный цикл производства, обратил внимание губернатор. Мы развиваемся. И кто бы что ни говорил. Вот такая красота, которая сегодня на этих полках. Вчера она еще была полностью либо турецкая, либо с той же самой Чехией. И никакого отношения вообще не имела к нашему региону. Да, в целом к России. А сегодня мы красоту создаем здесь, в Тихолецком районе. Это реальный шаг к тому, чтобы на самом деле мы развивали собственные производства. Я думаю, что здесь вопрос времени. И совсем немного пройдет. Я думаю, мы сможем сегодня такое же производство, которое есть в Чехии. Откуда вы сегодня берете болванки, создать здесь. Совсем скоро эта ваза не будет иностранкой, сама болванка. И сделана будет здесь. Перестать быть зависимыми от импорта. Это задача ни одной конкретной фабрики. Предприятия разных сфер сейчас стремятся создавать у себя полный цикл производства. Большой скачок в этом направлении особенно заметен в сельском хозяйстве. В агропромышленной компании в станице Архангельской решили всерьез заняться продовольственной безопасностью, рассказывает Венемину Кондратьеву. Кроме стандартного выращивания зерновых, здесь еще на поток поставили семеноводство. В хозяйстве размножают семена сои, ячменя и пшеницы. Делают их устойчивыми к болезням, засевают собственные поля и продают другим фермерам. Импортный материал в этой цепочке оказался вычеркнут. Это принципиально сегодня важно, коллеги, принципиально важно, потому что никакой безопасности сегодня в продовольствии не может быть речи, если мы сегодня работаем с импортными семенами. Мы сегодня вынуждены работать с импортными семенами, но я надеюсь, что это вынуждено, скорое слово должно уйти. Уйти, по крайней мере, скупание, потому что мы должны перейти на отечественные семена, на отечественную селекцию. Это жизненная необходимость, жизненная, потому что, ну, это та удавка, на которую можно всегда подтянуть, и все. И на задние лапки станет по большому счету. Поэтому вот наша соя, наша соя, горох, ну, в целом наши семена, пшеница, это наши, наши сегодня семена, и это гордость Кубани и России. В маршруте губернатора по Тихорецкому району были не только производственные предприятия. По пути, на встречу с местными жителями, Вениамин Кондратьев заехал в детскую школу искусств. До прошлого года она находилась в здании, которое построили больше века назад. Сейчас это уютное помещение с собственной библиотекой, классами живописи и компьютерной графики. Ученики школы показали губернатору, как правильно лепить кувшины из глины, которую, кстати, добывают здесь же, в Тихорецком районе. Мы сейчас делаем кувшин, у нас сейчас совместная работа. Мы от двух, трех и четырех людей мы делаем общий совместный кувшинчик. Вот через этот кувшин вы учитесь работать командой. Ты правильно говоришь, понимать, взаимодействовать, слышать, чувствовать, поддерживать друг друга. Это искусство, вроде как, которое сегодня для вас просто занятие, может быть, для кого-то хобби останется, а кто-то потом серьезно будет этим заниматься. Но оно вас формирует уже, как людей интеллектуальных, гармоничных, людей, которые умеют творить. Так? Да. На встречу с губернатором собрались 700 человек. Больше просто не вмещает зал Дома культуры. Прямой диалог с главой региона то, ради чего приходят местные жители. Частый вопрос про поддержку малого и среднего бизнеса. Предприниматели Тихорецкого района, одни из самых активных на Кубани, 36 человек воспользовались услугами фонда микрофинансирования. Губернатор обратил внимание и на то, что на Кубани перестали бездумно раздавать деньги. У бизнеса тоже должна быть ответственность и эффективность. Таким предпринимателям обязательно помогут. Я получил субсидирование по краевой федеральной программе в размере 300 тысяч. Это было очень хорошее подспорье для дальнейшего развития моего бизнеса. Но по прошествии двух лет эту субсидию закрыли. И появились только кредиты. Как они будут называться, не имеет значение. Кредиты надо отдавать. Бесплатных денег не бывает. Это деньги всех вас, налогоплательщиков. Мне важно эффективно распорядиться деньгами. Эффективно. Чтобы и заработали мы еще все. А потом, что заработали, пустили снова на развитие и на поддержание текущей жизни. Вот что сегодня нужно. А просто так взять, всем раздать. Но еще раз подчеркиваю, мы анализировали то, что раньше было. Нет вообще возвратности. Нету. Он прогорел с этими деньгами. Брали немаленькие суммы, относительно немаленькие. Прогорели и никакой ответственности. Но он же не своими деньгами рисковал. Он рисковал деньгами всех. Налогоплательщиков. Почему же я и сказал вначале, бюджет, краевой бюджет, либо район, это же не касса взаимопомощи. Экономические механизмы сегодня в крае работают. Беспрецедентные. В рамках России. Фонд микрофинансирования. Первый по объемам денег в стране. Первый. То есть если ты хочешь начать свой бизнес до 5 миллионов, ты можешь взять по 4% годовых. В этом фонде микрофинансирование. Развитие малого бизнеса – это устойчивая экономика, которая в свою очередь тянет вперед весь муниципалитет. В прошлом году Тихорецкий район занял первое место в крае по оценке эффективности органов местного самоуправления. Потенциал у этой территории огромный, и учитывать его будут в масштабах всей Кубани. Тихорецкий район сильный, я уже сказал, стабильный с точки зрения экономической составляющей, социально-бытовых условий район. Я еще с подчеркиваю, скорее всего, это в первую очередь связано с очень такой профессиональной, управленческой районной властью. Если говорить в целом про активность, это 14 краевых государственных программ, в которых вы не просто заявки сделали, вы уже активно принимаете участие району. А это различные программы, по которым, конечно, можно добиться и реальных конкретных результатов, которые будут видеть жители. Еще один из ключевых показателей успешности территории – это уровень безработицы. В Тихорецком районе он ниже 1%. Основные направления занятости – промышленное производство, сельское хозяйство и частное предпринимательство. При грамотном сложении всех переменных получается правильный экономический результат. Александр Иванченко, Алина Сорокина, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань-24, Тихорецкий район. В Сочи открылся Центр для людей серебряного возраста. Пока название условное – имя для клуба по интересам, ориентированного на пожилых людей, сочинцы выберут сами. Так же, как и то, когда будут проходить занятия и какими они будут. Ну а первое мероприятие в Центре для сочинцев старшего поколения состоялось в эти выходные. Тему продолжит Ольга Десятого. Это танцевальный клуб вдохновения. Любители вальса и фокстрота создали школу сами, чтобы не сидеть на месте, двигаться и общаться. Вместе они не только танцуют, но и ходят в театр и турпоходы. Танцы, знаете, это спорт, это движение, это общение. Доказано, что все танцующие не болеют ни Альцгеймером, ни Паркинсоном не страдают. Школу танцев презентовали на открытии Центра для людей серебряного возраста. Сочинские пенсионеры с удовольствием поддержали инициативу главы города Анатолия Пахомова. Рукодельницы поделились своим творчеством. На выставке вышивка, вязание, живопись. На импровизированной сцене – песни под баян, танцы под скрипку, стихи и музыка. Люди находятся дома, сидят у телевизоров с компьютерами. И вот благодаря поддержке города и городского собрания сегодня произошло такое открытие, где будут происходить всевозможные кружки по интересам, всевозможные танцевальные кружки, музыкальные, изучение компьютерной грамотности. Центр для людей серебряного возраста открыли в знаковом для сочинцев месте в бывшем кинотеатре «Стерео», где сегодня располагается городское собрание. Снова вернуться под своды любимого кинотеатра, говорят сочинцы, большое удовольствие. Юность наша прошла здесь. Мы смотрели здесь замечательные фильмы. Мы радовались вот этому зданию. Поэтому, конечно, не может никакого другого быть впечатления во всем этом, как радость и благодарность. Новый центр – это часть городского проекта «Активное долголетие». Его суть – отвлечь пожилых сочинцев от социального и бытового одиночества, повысив их физическую и интеллектуальную активность. В Сочи уже провели более 200 мероприятий, которые охватили около 4 тысяч человек. Уже сегодня в 30 домах культуры и 15 библиотеках для пенсионеров работают клубы по интересам. Сейчас идет голосование, интернет-голосование. Мы по нашим общественным организациям запустили анкетирование. Мы хотим услышать у наших жителей, какие направления они хотели бы еще увидеть. То ли это шахматы, то ли это клуб читателей, то ли это вечера чтения стихов. Одним словом, сочинцы сами решат, как назовут новый центр, когда и какие мероприятия здесь будут проходить. Но судя по активности пожилых сочинцев в день открытия центра, собираться все вместе они будут часто. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. В Сочи дзюдоисты с нарушением зрения разыграли медали чемпионата России. На татами вышли сильнейшие спортсмены национальной сборной команды страны. За ходом турнира наблюдала наша съемочная группа. Вместо льда – татами. Олимпийская арена айсберга федеральной базы «Югспорт» превратилась в арену для сражения лучших дзюдоистов страны. В Сочи в эти выходные проходил чемпионат России под дзюдо спорта слепых. На соревнования съехались атлеты из 21 региона страны. Всего 98 спортсменов. Это девушки и юноши, мужчины и женщины. Возраст от 18 до 50 лет. С большим для себя удовольствием отмечаю, что появляются новые ребята, новые имена, которые дают достойное сражение. Более возрастным, более заслуженным. Радует, что есть поросль молодая, которая порой и не стесняется звонких имен. А имена участников действительно громкие. В Сочи приехали призеры чемпионата мира. Там российские дзюдоисты завоевали две золотые, шесть серебряных и 17 бронзовых медалей. Ну а главная цель для каждого на национальном чемпионате – войти в состав сборной и отобраться на предстоящие крупные международные турниры. «Я неоднократно был призером Европы, мира, турниров, серии Гран-при. Два раза был пятым на Паралимпийских играх. Этот чемпионат России является отборочным на Кубок мира, на чемпионат мира будет проходить он в Америке, на чемпионат Европы в Италии. Ну, в принципе, я уже отобрался». Главные старты, на которые нацелены дзюдоисты с нарушением зрения – это летний чемпионат Европы в Италии, этапы Кубка мира и отборочные состязания в США. Там будут разыграны путевки на Паралимпийские игры, которые пройдут в 2020 году в Токио. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. 870 райдеров в купальных костюмах спустились на лыжах и сноубордах вслед за первым в мире горнолыжным оркестром. В Сочи прошел высокогорный карнавал «Бугель-вугель». 870 отважных райдеров в купальных шортах и бикини спустились на лыжах и сноубордах с горы, невзирая на погодные условия. Температура воздуха – минус один, проливной дождь со снегом, сильный туман. Зона старта находилась на высоте 1170 метров. Открыл рекордный спуск первый в мире горнолыжный оркестр. Музыканты специально для спуска заранее учились кататься на лыжах и сноубордах. На призыв поставить рекорд отозвались 52 музыкальных райдера. Высокогорный карнавал «Бугель-бугель» традиционно проходит в формате бугельпийских игр. Состязания проводятся в 36 веселых видах спорта, как в личном, так и в командном зачете. В этом году было подано более 8500 заявок на разные состязания. Также в рамках карнавала состоялось и празднование юбилея любимых героев «Союзмультфильма» – «Чебурашки» и «Крокодилогены». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Beeline на 76-й кнопке и в социальных сетях. В группах новости Сочи, ФКТ, в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...